Всем привет! Сегодня у нас в редакции ZTE Grand S. Смартфон был представлен еще на CES 2013 и поразил нашего Ваню Звягина и начинкой, и дизайном, и оболочкой. У нас появилась возможность утвердиться в своих впечатлениях, подтвердить их. Это первый инженерный сэмпл, доступный для тестирования в России. Итак, подробнее. Толщина устройства составляет всего 6,9 мм. Это действительно очень мало для смартфона с диагональю 5 дюймов. Он очень легкий, он прекрасно лежит в руке. Ощущения вообще от дизайна исключительно приятные, премиальные, я бы сказала. Выглядит он добротно, породисто. Задняя панель белая, очень приятная на ощупь. Мне нравится акцент на камере. Он не кричащий и в то же время какой-то интересный, завлекающий такой. На торцах тоже все прекрасно. На верхнем торце аудиоджек и кнопка блокировки включения. На левом торце качелька громкости, такая изящная. Здесь microSD слот. На нижнем торце microUSB разъем, микрофончик, дырочка. И слот для сим-карты. Здесь обычная карта, не microSIM, так что стареньким абонентам будет удобно. В общем, по дизайну мне все нравится. Теперь речь об экране. Здесь у нас 5-дюймовый дисплей. Разрешением честным Full HD. Это 1080 на 1920 точек. Прекрасная цветопередача, хорошие углы обзора, все яркое. Яркости дисплея хватает даже на солнечную погоду, на уличную. Я уже не говорю о полусумерке метро или домашних каких-то кулуаров. Плотность пикселей 441 пикселей на дюйм. На дисплее прекрасно отображается мультимедийный контент, интернет-страницы, Full HD видео тоже прекрасно, естественно, смотрится. Игры вообще чума, но о них чуть подальше. Смартфон построен на платформе Snapdragon S4 Pro на четырехъядерной версии этой платформы. Процессор тут APQ8064 с графикой тоже четырехъядерной Adreno 320. Частота ядер в конкретно данном случае составляет 1,5 ГГц. Но пока тут у нас развлекается бенчмарк, еще скажу, что процессор построен по 28-нанометровой технологии на микроархитектуре CRITE, на относительно свежей микроархитектуре. Смартфоны такие начали появляться относительно недавно. В 2012 году в начале была представлена собственная платформа, и вот в 2012 год выползали смартфоны. Теперь она, похоже, немного подешевела, потому что все больше азиатских гаджетов на этой платформе работает. Бенчмарк завершился. Посмотрим, какие у нас там результаты. Ну вот здесь мой девайс рвет все остальные. Мощнее только, я не знаю, ракеты. Все очень круто по синтетическим тестам. Все это пашет в связке с двумя гигабайтами оперативной памяти, поэтому производительные игры на смартфоне просто летают. Но чудес не бывает. Из-за толщины смартфона и количества ядер, разумеется, он очень сильно греется. То есть тепловыделение здесь не до конца оптимизировано. Напомню, что смартфон у меня в руках – это не финальная, не продажная версия. Это инженерный сэмпл. Поэтому, возможно, в финальной версии тепловыделение как-то оптимизирует. Также я надеюсь на оптимизацию, собственно, процессов. Потому что игры летают, производительные какие-то приложения прекрасно себя чувствуют, но ощутимы какие-то лаги и подтормаживания даже в самом интерфейсе. Об интерфейсе, кстати, чуть позже. Дело, скорее всего, именно в программе. Сам интерфейс еще не до конца русифицирован. Его еще будут допиливать. И оптимизацию, я думаю, будут допиливать. Поэтому ждем, конечно, финального результата. Платформа, на которой построен смартфон – Qualcomm Snapdragon S4 Pro – поддерживает все современные нынче фишки. Это LTE, это NFC, это камеры разрешением до 20 мегапикселей. Конкретно здесь NFC-нтенны нет, LTE тоже не поддерживается. Зато есть очень хорошая камера – 13 мегапикселей у нее разрешения. Меню камеры тоже очень хорошее, продуманное и удобное. Здесь, например, можно использовать художественные фильтры не в постобработке, а непосредственно при фотографировании. То есть выбрать какой-то эффект и применить его к изображению еще до того, как оно снято. Еще, естественно, разумеется, есть постобработка изображений. Еще хорошая фишка, которая появилась в большинстве сейчас современных андроидов на версии, которая работает 4.1 – это спуск затвора нажатием на качельку громкости. То есть мы нажимаем на кнопку, на физическую кнопку, камеры фотографируют. Это удобно, это в какой-то степени устраняет дефицит отдельной физической кнопки для спуска затвора, но в то же время лишает пользователя возможности использовать качельку громкости для зуммирования изображения. То есть на какую бы кнопку я ни жалую, он делает снимок, но не приближает и не увеличивает картинку. Смартфон работает под управлением Android 4.1.2 Jelly Bean с фирменной надстройкой. Называется она MIUI или MyUI, не знаю, как правильно произносить. Это чисто ZTE-шная разработка. Весь интерфейс строится на идее какого-то цветочка. Сейчас объясню, в чем смысл. Вот экран блокировки, проводим вниз, появляется цветочек. Лепесточки его символизируют то или иное приложение, часто используемое. Нажимаем и сразу переходим в нужное нам приложение, в данном случае в камеру. Также можно перейти в приложение звонков, в приложение смс или, если долго жать, просто перейдем на последний открытый экран. Внутри предустановлен ряд приложений, которые разработаны самой ZTE-ли. Это полезные какие-то служебные утилиты, одна из которых это вот этот самый MI-ассист. Это очень интересная и любопытная штука. Программа может работать как в фоновом режиме, с автозапуском. Также ее запуск можно инициировать самостоятельно. Что делает программа? Проверяет все, что обычный пользователь не проверяет, на что он забивает. Заряд аккумулятора, наличие вирусов, неиспользуемые приложения, которые уже в принципе можно закрыть. Какую-то лишнюю память, память, занятую лишней информацией, которую уже можно удалить. Также здесь же модуль безопасности. Он позволяет настроить функцию антивор, позволяет заблокировать устройство удаленно, позволяет настроить параметры доступа к устройству, то есть заблочить его как-то, заинкриптить и так далее. Здесь же файловый менеджер, здесь же функция быстрого бэкапа, настройки конфиденциальности. Интересная штука, но, по моим подозрениям, она очень нехило поджирает аккумулятор, если работает в фоновом режиме. Ее призвание – это, наоборот, оптимизировать работу смартфона, но за счет того, что она требует очень много ресурсов, и сам интерфейс немножко как-то начинает подтормаживать, и какие-то приложения другие вылетать. Так и батарейка сильно садится. Опять же, надеюсь, в российской финальной версии гаджета с этим что-то сделают. Вообще, настройка MIUI, или MyUI, опять же, очень стильная и добавляет смартфону какой-то эксклюзивности, какой-то персонализации, делает его не таким, как другие андроиды на рынке. Завоюет ли эта настройка сердца пользователей или нет, пока сказать рано. Опять же, это не финальная версия, еще даже не русифицированная. Уверена, что когда смартфон поступит в продажу, и здесь будут русские буквы, пользоваться ней станет намного удобнее. И напоследок, про аккумулятор. Аккумулятор надежно замурован вот здесь, крышка несъемная, показать нельзя. Емкость аккумулятора Grand S на российском рынке составит 1800 мАч. Я бы очень хотела сказать, что этого хватает на полный рабочий день с дорогой туда-обратно, но не скажу. То ли из-за надстройки, то ли еще из-за нефинальной оптимизации софта и железа. Не знаю, из-за чего хватает аккумулятора очень ненадолго. Начинка мощная, экран прожорливый, опять же, ПО тоже нормально так съедает заряда. Ну, максимум 8-9 часов в таком режиме, к которому привыкла я. То есть это социальные сети, это постоянный вебсерфинг, это постоянный обмен данными, это постоянно включенные модули связи и так далее. На мой взгляд, даже с 2500 мА вряд ли бы хватило смартфона и было бы впритык. С тем, что есть, смартфон работает 8, ну, максимум 9 часов на одной подзарядке. Поэтому пользователям придется искать какие-то свои сценарии работы с этим гаджетом, чтобы им хватало заряда, доехать от работы домой и обратно. ZTE Grand S не может не удивлять. Он действительно удивляет. Это премиальный экстерьер, это прекрасная начинка, актуальная, современная, мощная. Это, опять же, уникальный интерфейс, необычный, непривычный, возможно, но очень индивидуальный. Смартфон нравится. Аккумулятор – это большой такой минус, которым, наверное, придется мириться, если в остальном смартфон нравится. Российскую цену пока не назову, но, как известно, смартфон уже продается в Китае, стоит порядка 700 долларов. Многовато. Похоже, китайцы решили не скромничать, не стесняться и выставлять сразу мощный такой ценник, так же, как и популярные флагманы дела вроде Samsung, HTC, LG и ежесними. Ну, в общем, удачи на рынке. Продолжение следует...